Браунстоун Привет, друзья! С радостью сообщаю вам, что ассортимент автосалона RDM Import пополнился полноразмерным внедорожником Toyota Land Cruiser 200. Этот автомобиль 2014 года выпуска и в самой максимальной комплектации. Этот крузак был куплен у официального дилера в самом конце 2014 года. Эксплуатировался он в городе Уфа, а потом в Челябинске и ПТС у него оригинальный. Комплектация Браунстоун была предусмотрена только для дизельного Land Cruiser. Мотор здесь объемом 4,5 литра, это V-образная восьмерка, 235 лошадиных сил, но это не главное. Здесь крутящий момент 615 ньютон на метр. Это очень приличный показатель, он позволяет разогнать эту машину до сотни за 8,9 секунды. Согласитесь, это немало для такого огромного внедорожника. Марка этого двигателя 1WD. Привод ГРМ у него цепной. В целом агрегат достаточно надежный, но в то же время требует качественных смазочных материалов. Что касается расхода топлива, разные показатели бывают, конечно, это зависит от стиля вождения, но некоторые владельцы говорят, что смогли добиться расхода в 9 литров на сотню по трассе. Это очень и очень немного. Ну а если вы будете по городу постоянно поддавать газу, то расход может подняться и до 20 литров. На мой взгляд, если соблюдать скоростной режим, то бака на 93 литра вам хватит на внушительное расстояние. Коробка передач. Здесь обычный классический 6-ступенчатый автомат и постоянный полный привод. По каким же внешним признакам можно отключить комплектацию Brownstone от обычного Land Cruiser? Ну и, конечно, в первую очередь, это передняя оптика, фары. Они черные. И черная решетка радиатора. На задние крылья наклеена эмблема с названием версии. Ну и рейлинги на крыше окрашены в серебристый цвет. Багажник Land Cruiser традиционно очень внушительного объема. Здесь места очень-очень много. И данная версия, как я говорил, максимальная. Поэтому здесь есть третий ряд сидений. Вообще, комплектацию Brownstone можно было приобрести и с пятью местами, но владелец этой машины предпочел три ряда. Они, конечно, условные. Можно ездить, по большому счету, только детям. Но если у вас большая семья, то вполне себе сойдет. Нижняя створка пятой двери имеет доводчик. Вот она прижалась, закрылась. И верхняя часть имеет электропривод. На заднем диване невероятно много места. Очень комфортно, удобно сидеть. Место с запасом. Отдельно хотелось бы сказать о том, что в данной машине четырехзонный климат-контроль. То есть, передний пассажир, водитель и задние пассажиры могут настроить для себя отдельную температуру. Блок управления находится на переднем подлокотнике. Значит, и также есть подогрев задних сидений. В общем, комфортно, на высшем уровне. Итак, друзья, сейчас небольшой эксперимент. Мы будем снимать переднюю часть салона камерой 360 градусов. Переходите по вот этой ссылке, и вы посмотрите, что это такое. И обязательно пишите в комментариях, понравилось ли вам смотреть такое видео.